Как ориентироваться к аэропорту Пекина? Все очень просто. Вы вышли из самолета, идете, находите. Вот таких указателей очень много. Если вы летите дальше, вам нужен транспорт. Двигайтесь дальше. Вот там у нас получается выход, а вот здесь у нас транспорт. Заходим вот в эту часть. Здесь всем вон табло и информация. Далее у нас получается контроль, и дальше снова досмотр на новый взлет. Мне распотрошили всего, потому что у меня одни батарейки и все остальное. В общем, брал с собой одну штуку мультитулз для велосипеда, но ее забрали, потому что все инструменты по-китайски, правилам авиации, хоть нет ножей, забрали. А у меня тут одни батарейки. Так, а дальше у нас получается внутренняя авиалиния и международные. Просто идем по ним и все, налево и направо. Не направо. Вот сейчас специально подошел на вылет на внутренних авиалиниях и спросил, нужна ли все-таки виза, если я лечу Москва-Пекин, Пекин-Санья. Ну, вдруг кто-то подумает, что виза не нужна. Нет, друзья, виза нужна. Он сказал, виза обязательно нужна. Так что вот так вот. Классно, если сюда прилетите, уже туда дальше не пропустят. Ну, а я лечу так как Гонконг, двигаюсь в совсем другое направление. Ну, и виза, соответственно, у меня есть, я бы мог пройти, но у меня маршрут немножечко другой. Ну, вот, собственно, еще мы с вами снова на выходах, выходы на посадку. Ну, это уже обычная, говорится, стерильная зона, кафешечки, магазины и все такое. Так что все достаточно быстро и с момента выхода из самолета специально засек. До выхода вот сюда, до гейтов ногу, у меня состояло 38 минут. При условии, что меня перетрясли всего на три раза весь рюкзак. Все, переоткрывали, каждую батарейку вытаскивали и три раза по ленте катали, несмотря на очередь. Получается, первый контроль это паспорта там, температуру померили, потом досмотр, потом получается еще один контроль и, в общем, я здесь. Так что 38 минут. Поэтому те, кто час времени считает, что это мало, этого вполне достаточно, но надо быть готовым, собранным и тогда все будет нормально. Потому что, в принципе, если у меня сейчас было даже за час, я еще как раз бы успевал спокойно подойти к гейту. Ну, как говорится, в таком быстром темпе. Итак, мой выход 50-15, 8.30 Гонконг Е-86. Двигаюсь в ту, нет, в другую сторону. Народу никого. Ну, здесь будут мои выходы, здесь все есть. Магазины, где посидеть и даже где зарядиться. Все как обычно в китайском аэропорте. Причем, есть водичка бесплатная, сейчас покажу где это. Вот она, во всех терминалах, во всех аэропортах, что мне очень нравится, да, есть водичка. И, конечно, малыши там подкрикивают, но ничего. Есть холодная, сейчас если наливаю, а есть, друзья, горячая. Если вдруг вы решили кофе, чаек, доширак, это все тоже здесь можно заварить, друзья. Если вам захотелось подышать свежим воздухом, может это хоба. Выходим и оказываемся под открытым небом в таком китайском саду. Здесь стоят птички, пагоды, все вот в этом китайском стиле. Ну еще вам бонусом Family Mart, это супермаркет еды, небольшой ассортимент, но есть готовая еда. Лапшичка. Так, сколько она стоит? 9 юаней. 9, ну, грубо говоря, не так-то уж и дорого, что-то на 13, там, 130 рублей, что ли, совсем недорого. Вот, всякие штучки, штучки, сникерсы по 5 юаней. Ну, то есть цены, как в супермаркете, не такие уж и завышенные, как могло бы быть, так что все отлично. Чаек по 6 юаней, так что очень адекватные фены. Касса самообслуживания. Так, ну и вопрос розеток. Здесь все вроде кажется, что не так, но на самом деле, вот берем обычную розетку и вставляем, вот и все. Ну все, вылетаю в Гонконг, пока Пекин. Пару часов посидел, немножко весь задержали, но в целом все было быстренько, уютно и успел поработать.